МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СТОДИЯ ТЕЛЕКАНАЛА СЕВЕРО Здравствуйте! В эфире программа Законодатели. Программа о тех, кто принимает важные решения в интересах региона и его жителей. Еженедельно в нашем эфире мы рассказываем вам о работе депутатского корпуса, собрания депутатов Ненинского автономного округа и в этом выпуске. Эстафету добра передали в Ненинском округе. Глава региона Юрий Бездудный объявил 2021 годом добра. И накануне эстафета добрых дел отправилась в село Тельвиска. Коткино – одно из динамично развивающихся окружных сел. Однако есть проблемы. Ремонт социальных объектов, подключение жилых домов к центральному отоплению и строительство новой котельной. Парламентарии окружного собрания депутатов рассказали о важности прививки от коронавируса. Депутаты и сотрудники аппарата проходят вакцинацию от COVID-19. Об этом и другом в ближайшие 30 минут. В Наринмаре на площади Марацей дали эстафету добрых дел, которая пройдет во всех муниципалитетах региона в рамках года добрых дел, объявленного губернатором Ненинского автономного округа. Первым в акцию включился телевисочный муниципалитет по затумке организаторов. В каждом муниципалитете, который примет эстафету в течение нескольких недель, будут проходить мероприятия, посвященные году добрых дел. В торжественном открытии года добрых дел приняли участие председатель окружного собрания депутатов Александр Лутовинов, депутат Государственной думы Сергей Коткин и сенатор от Ненинского округа Денис Гусев. Быть первым очень приятно с одной стороны, но при этом у нас лежит большая ответственность. Дмитрий Кубович, главатель Височного сельского совета, принимает эстафету. Она пройдет в этом году объявленным губернатором Ненинского автономного округа годом добрых дел во всех населенных пунктах региона. Не нужно ждать, когда эта эстафета придет к вам. Добрые дела нужно делать каждый день. И вот прошлый год очень хорошо показал, что мы можем делать добрые дела. Вот эта всероссийская акция «Мы вместе» объединила тысячи, десятки тысяч людей по всей стране. Символично, что в ходе мероприятия была открыта ледовая скульптура «Добро Нао». Ее созданием занимались мастера Николай Вылка из поселка Красное и Виктор Вылка из Нарьинмара. На скульптуре изображены олень, чум и эмблема года добрых дел в виде солнечного диска и фигур людей в Ненинской национальной одежде с поднятыми вверх руками, которые запускают в небо птиц. В праздники приняли участие депутат Государственной Думы России Сергей Коткин, сенатор Денис Гусев, председатель окружного собрания депутатов Александр Лутовинов. Волонтеры, жители и гости региона. Мы с вами прошли очень непростой год. Я надеюсь, что мы его прошли, выдержали, выстояли все вместе, стали сильнее, стали мудрее. Низкий поклон нашим волонтерам, медицинским работникам, те, кто сутками практически стоял, поддерживал тех, лечил больных, поддерживал тех, кому помощь это была необходима. Поэтому вот этот год действительно добро и добрые дела, они всегда противостоят злу, жестокости. Поэтому вот этот год, он действительно очень важен, очень нужен. Добро – это такое большое, с одной стороны, такая большая нравственная категория, которая должна с нами идти по жизни в том, чтобы мы друг другу могли проявить участие, сопереживание, чтобы мы могли радоваться вместе и огорчаться тем проблемам, которые нам не дается решать. Эмблема «Года добра» была создана в рамках окружного конкурса, объявленного региональным центром молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. Победителем стала Дарина Талеева, студентка Нарьин Марского социально-гуманитарного колледжа имени Войчейского. Надо отметить, что волонтерская организация этого учебного заведения славится в округе своими добрыми делами. Ну, конечно, добро, оно всегда добрые дела ценятся, и когда ребята помогают малообеспеченным, пожилым, домашним животным, конечно, это приятно, что у них добрые ценности не потерялись. Этот год добра, на мой взгляд, сильно чем-то другим не отличается. То есть мы как с ребятами участвовали в различных акциях и наших колледжных, и городских, и гружных, региональных, мы так и продолжаем участвовать. Ты у нас это доброе дело делаешь? Да. Акцию ты чувствуешь, как ты делаешь? Я становлюсь счастливей, например, и чувствую себя как веселой, получается. В завершение праздника прошла акция «Оранжевая нить», приуроченная к празднованию годовщины всероссийской акции «Взаимопомощи. Мы вместе». Ремонт социальных объектов, подключение жилых домов к центральному отоплению и строительство новой котельной. Эти вопросы уже не первый год волнуют жителей села Коткино. В муниципальном образовании побывали и провели встречи с жителями села глава Заполярного района Виктор Ильин, осуществляющий полномочия председателя регионального совета депутатов и депутат Госдумы Сергей Коткин. Репетиция народного ансамбля «Суляночка» проходит не в самых комфортных условиях. В помещениях сельского дома культуры зимой, мягко говоря, прохладно. Капитальный ремонт здания, которому почти 50 лет, запланирован на 2022 год. Согласно проектной документации, здесь утеплят крышу и частично заменят конструкции. Осталось дождаться финансирования. Школа и детский сад также нуждаются в частичном ремонте. У нас сейчас на данный момент два здания – школы и садика. Юридически это одна организация, но они находятся в разных местах. Оба в этих зданиях необходимо ремонтировать. Проблема в садике в том, что там систему отопления сейчас поменяли в этом году, там достаточно тепло, но нужно, необходимо делать утепление и замену балок нижних несущих полов, фундамент смотреть, потому что это все деревянное, все на болоте стоит. Утеплять стены необходимо и в сельской школе, в первую очередь на первом этаже, где зимой иногда приходится учиться в верхней одежде. Самое холодное помещение – спортзал. Уроки из-за низких температур здесь не проводятся. Отапливаются в Коткино, как и в большинстве окружных сел, в основном углем. Сергей Тетерин говорит, что для поддержания тепла в доме зимой в сутки приходится наколоть и занести в дом до трех ведер угля. Двери отдельно сделаны на кочегарку, а это на квартиру. Уголь приносим, вот специально закупаем, привозит трактор, а потом зимой носим в ведрах, заносим кочегарку, потому что котел только у каждого, квартира своя, свой котел отдельно. У каждого уголь тоже так же привозят отдельно и топим вот всю зиму. Зима в этом году суровая, поэтому и топить приходится часто. Да и уголь, по словам сельчан, не всегда привозят надлежащего качества. Сложнее всего зимой приходится, конечно, пенсионерам. Потому что ведь уголь надо носить, все это руками делается. Долбить, он же замерзает тоже. Снегом заносит, все откапывать надо. На сегодняшний день больше всего жителей Коткино, дома которых еще не подключены к центральному отоплению, ждут строительства второй котельной. У нас село делится на две части. В одной части тепло есть, во второй нету. Конечно, это бы хотелось. И для нас, депутатов Заполярного района, лично для меня, перевод на центральное отопление всех сел – это основа. Но для этого нужны деньги. На сегодняшний день, к сожалению, у нас нет достаточного количества финансовых средств, чтобы мы могли самостоятельно это построить. Половину села подключили к центральному отоплению почти два года назад. Однако до некоторых домов тепло не доходит. Жители уверены, все дело в диаметрах труб, которые не соответствуют нормам. Пускай они в эту весну, пускай они вот эти трубы вытаскивают и другие настоящие делают. Пролаживают. Мы же не виноваты, что их не хватило. Мы же платим за тепло, а не за холод. Однако мы за холод. По словам главы сельского совета, трубы соответствуют всем инженерным требованиям. А тепло может не доходить до жильцов из-за того, что они плохо утеплены или система отопления в домах требует ремонта. Специалисты с сервисом приехали, прошлись по каждому дому, посмотрели каждую систему отопления. Порекомендовали жителям, что можно сделать. Потому что нужно реконструкцию системы отопления делать, потому что неправильное расположение труб, радиаторов. В том числе у нас одна из наших муниципальных квартир, нужно будет заменять участок трубы. Потому что заужение диаметра идет, соответственно, стиркуляция хуже. Но это все устранимо. Данную проблему и ряд других вопросов, в том числе федерального уровня, жители села озвучили на встрече с депутатом Государственной Думы Сергеем Коткиным. Я провел прием по личным вопросам граждан. Кстати, очень хорошая была встреча, очень насыщенная. Жители много поднимали вопросов, причем вопросы именно федерального уровня. Задавали вопрос по недропользованию, по недрам, по жилищно-коммунальному хозяйству, по отоплению. В общем, целый комплекс вопросов. Проблемы пока остаются, но справедливости ради хотелось бы отметить, что Коткино – одно из динамично развивающихся окружных сел. Молодежь после получения образования все чаще возвращается домой. Строятся новые дома, а еще Коткино по праву считается спортивной столицей Заполярного района. Александр Чурсанов, депутат окружного собрания депутатов, председатель постоянной комиссии по вопросам государственного устройства и местного самоуправления, в большом интервью нашему телеканалу рассказал, как обстоят дела с противопожарной безопасностью на селе и какие меры необходимо принять для укрепления материально-технической базы сельских поселений. В последнее время одной из актуальных проблем в регионе стали вопросы пожарной безопасности. Только с начала года в Ненецком округе и в сельских поселениях произошло более 40 пожаров. С каким предложением выступили парламентарии фракции «Единая Россия» в окружном собрании после череды вот этих пожаров на селе особенно? Ну, действительно, это на сегодняшний день очень актуальная проблема. Где-то она была вызвана тем, что у нас в этом году аномально низкие температуры, люди пользуются в большей степени электроприборами обогревателя, обогревают свое помещение, как жилища, так и магазины. Да, вот мы знаем, последний там пожар был в Нальминносе. Ну и, конечно же, вторая проблема – это состояние материально-технической базы пожарных формирований, которая у нас базируется прежде всего в сельских населенных пунктах труднодоступных. Фракция «Единая Россия» выступила с предложением заняться этим вопросом в ближайшее время, заняться обновлением этой материально-технической базы. Это автомобили, это пожарное депо, где эти автомобили должны содержаться. В общем-то, и непосредственно обмундирование, обеспечение пожарных. Полное интервью мы покажем в ближайшей программе законодателя. Молодежная палата при региональном парламенте начала подготовку ко всероссийской акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Инициатором выступает молодежный парламент при Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации, который проводит мероприятия в рамках федерального проекта «Каждый день горжусь Россией». Напомним, что сам проект включает в себя ряд мероприятий направлен на просвещение молодежи, поддержку интереса к истории Великой Отечественной войны. Традиционно «Тест» состоится накануне празднования Дня Победы во всех регионах страны и за рубежом. Тестирование будет проходить бесплатно на специальных площадках или на сайте проекта. Участникам предложат ответить на 30 вопросов, которые охватят наиболее значимые события Великой Отечественной войны. Тема жизни в тылу и в оккупации, освобождение Европы. В этом году организаторы предлагают включить в «Тест» и «Региональный компонент». К основному списку будут предложены порядка 10 вопросов, относящихся к жизни, быту, подвигам военных лет в том или ином регионе. К составлению списка вопросов в Ненецком автономном округе в годы войны представители молодежной палаты приглашают присоединиться всех желающих. Для этого вопросы необходимо отправить на адрес электронной почты, который вы видите на экране. Вопросы принимаются до 16 апреля 2021 года. Самые интересные и актуальные будут включены в итоговый список и появятся в разделе «Региональных вопросов» на официальном сайте федерального проекта. О точной дате и адресах официальных площадок в Ненецком автономном округе будет сообщено дополнительно. Парламентария окружного собрания депутатов, сотрудники аппарата проходят вакцинацию от коронавируса. О важности и нужности прививки от коронавируса рассказал председатель окружного собрания депутатов Александр Лутовинов. Массовая вакцинация – один из самых эффективных методов защиты и борьбы с COVID-19. По данным профильного ведомства, от коронавируса в Ненецком автономном округе привелись порядка двух тысяч человек. Первый этап вакцинации прошли более тысячи человек. Завершили вакцинацию почти 700. Я лично доверяю нашей медицине, я доверяю тем ученым, которые разработали нашу замечательную вакцину и она признана уже более чем в 35 странах мира. И поэтому призываю всех вакцинироваться для того, чтобы у нас был коллективный иммунитет. Большинство депутатов окружного собрания и аппарат прошли первый этап вакцинации. Следующая, вторая прививка, назначена на 18 марта. Знаем, что более двух тысяч человек уже эту инъекцию сделали. Востребована она, как вы правильно сказали, больше, наверное, сейчас в отдаленных населенных пунктах. Они ее ждут. Что приятно удивило, даже, скажем, меня в том плане, что действительно те заявки, которые вначале люди просили по вакцине, по количеству, они оказывались минимальными. Потому что, когда приезжали, заказывали условно 60 доз, а востребованность была почти в полтора-два раза выше. Записаться на вакцинацию от COVID-19 в Наринмаре, поселке Искатели, можно на портале Госуслуг по единому номеру горячей линии 122, а также в своей медорганизации. В прививочном кабинете центральной районной поликлиники можно записаться по телефону 8 911 682 63 63. Вакцинация жителей сельских населенных пунктов осуществляется по заявке местных медиков, которые формируются, исходя из запроса населения. Вакцинация жителей Ненецкого округа проводится двухкомпонентной вакциной. Гам, Ковид, Вак, Спутник Ви. Ориентация лета. В Наринмаре обсудили планы по летней кампании оздоровления, отдыха, занятости и трудоустройства детей и молодежи. Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ненецком автономном округе прошла в режиме видеоконференц-связи. Участие в работе приняла депутат окружного парламента Анна Булатова. Один из вопросов повестки дня касался организации летнего отдыха детей. В частности, речь шла об изменении условий получения путевки в организации отдыха детей и их оздоровления. В парламентарии обратились родители детей и семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Они предлагают изменить условия получения путевок для детей в возрасте до 17 лет включительно. Они предложили изменить условия получения путевок для детей в возрасте до 17 лет включительно. В действующей редакции окружного закона путевки предоставляются один раз в два года в возрасте от 7 до 16 лет. В действующей редакции окружного закона путевки предоставляются один раз в два года детям в возрасте от 7 до 16 лет. Согласно примерного положения об организации отдыха детей их оздоровления. Утвержденного приказом Миноборнауки, Россия лагеря создаются для детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно. Депутаты предложили профильному ведомству проработать вопросы внесения соответствующего изменения в окружной закон. Уточняется ответственность за нарушение условий пользования недрами. Соответствующие изменения в статью 7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях одобрил Совет Федерации. В пояснительной записке к документу говорится, что в настоящее время суммарная добыча общераспространенных полезных ископаемых значительно отличается от уровня, указанного в проектных документах. Данное отклонение, по мнению авторов, законопроекта обусловлено отсутствием эксплуатации ряда месторождений. Также отмечена проблема, связанная с невыполнением лицензионных условий, в частности, соблюдение сроков геологического изучения и, как следствие, несвоевременным вовлечением запасов общераспространенных полезных ископаемых в разработку. В настоящее время пользование недрами с нарушением условий предусмотренных лицензий на пользование недрами или требования технического проекта для граждан влечет штраф от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, а для компаний от 300 до 50 тысяч рублей. Как отмечают разработчики законопроекта, данная формулировка не позволяет в полной мере применять меры воздействия при выявлении нарушения выполнения условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами или требований, утвержденного в установленном порядке технического проекта разработки месторождения. Председатель окружного собрания депутатов Александр Лутовинов подчеркнул, что тема актуальна и для Ненецкого автономного округа. Окружные парламентарии утвердили план мероприятий до конца марта 2021 года. Туда вошли заседания профильных комиссий, заседания очередной сессии и другие важные мероприятия. В первую декаду марта собрание депутатов проводят в подготовке к предстоящей сессии заседания профильных комиссий и комитетов. Очередная сессия запланирована на 18 марта. Традиционно для жителей округа будет организована прямая трансляция сессии на официальном сайте собрания депутатов и в эфире телеканала «Север». На сессии будут представлены доклады уполномоченного по правам ребенка в НАО и общественной палаты округа. Депутаты также рассмотрят изменения в отдельные окружные законы, в том числе по дополнительным мерам поддержки отдельных категорий граждан. Кроме того, на базе окружного собрания депутатов состоится заседание Постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по правовым вопросам. Совместно с коллегами депутаты рассмотрят более 10 вопросов. В том числе собрание депутатов представит законодательную инициативу о внесении изменений в федеральный закон о закупках, об особых условиях проведения торгов в архитических регионах. Таковы планы окружных парламентариев на текущий месяц. Юбилейные 10-е межмуниципальные соревнования по волейболу среди мужских и женских команд прошли в селе Коткино. 10 команд из 6 сел округа боролись за звание сильнейшего. Среди болельщиков уроженец села депутат Государственной думы Сергей Коткин. А в этом частном доме спортсмены из Нельмин-Носа останавливаются уже не в первый раз. Юрий Кустышев – один из постоянных участников команды. Говорит, соревнования – это отличный повод встретиться со старыми друзьями. В Коткино приезжаем уже не первый раз, то есть много здесь лет уже было. Я приезжал первый раз сюда в 16 лет, с вами у меня уже 24. Приютить на несколько дней приезжих спортсменов для жителей села Коткино стало уже доброй традицией. Размещаются по частным домам, все спортсмены разбирают, кто уже по старым адресам, спорткиады, и соревнования уже несколько лет проходят. Но у нас в основном мы с командой Нельмин-Нос, так сказать, дружим. После долгой дороги времени на отдых нет. В спорткомплексе уже начались судейские матчи. Первыми на поле вышли команды Оксина и Нельмин-Носа. Команду и подготовка снять невозможно, потому что мы же не знаем, все в разных сезонных пунктах. Но могу сказать по прошлым сезонам, по прошлому, что профессионально, конечно, у нас команд нет, все играют на любительском уровне, но я достаточно хорошо знаю, что все показывают в хорошем уровне. Всего в этом году в спортивной столице Ненецкого округа собрались 10 команд. Четыре женских и шесть мужских. Мы находимся в физкультурно-оздоровительном комплексе села Коткино. Сейчас здесь проходят юбилейные десятые межмуниципальные соревнования по волейболу среди мужских и женских команд. Открыл состязание депутат Государственной Думы Сергей Коткин. Здравствуйте. Действительно, сегодня у нас Коткино многолюдно. Приехали команды, ну, с большинства, наверное, наших муниципальных образований. Вообще, в последнее время Коткино у нас такая стала олимпийская деревня. Если мы считаем Тельвийскую культурным центром Ненецкого автономного округа, то Тельвийская – это, безусловно, спортивный центр. С 2008 года здесь проводятся вот такие мероприятия, спартакиады, именно сельские спартакиады, где собирается сельская молодежь, играет в волейбол, занимается спортом. Готовятся к играм команды по-разному. Кто-то за месяц до соревнований, а кто-то тренируется круглый год. Например, сборная села Великовисочная. Для нас это значимое мероприятие, так как у нас зал маленький в школе, то есть мы тренируемся на базе села. В ФОК мы приезжаем поучаствовать, посражаться, так говорится, на большой арене. Для нас это выезд, как маленькая, считайте, звездочка, которая открывается среди ясного неба. И тем более здесь мы встречаемся очень много с друзьями. А в этом году юноши Великовисочного показали неплохой результат – третье место. Спортсмены из Красного также постарались, хотя многие из них впервые приехали на соревнования. Девушкам удалось занять второе место. Вообще в Коткино первый раз. Очень гостеприимно нас встретили. Отмечаем, что уютный спорткомплекс. Как бы все хорошо. Готовимся усиленно. Надеемся на призовые места. Жители в селе очень гостеприимные. Нас все хорошо приняли. Все такие люди милые, добродушные. Коткино оставляет только положительное впечатление. Это такие самые, наверное, обширные соревнования, для которых нужно было готовиться. И мы готовились в Норде достаточно долго. История соревнований началась 10 лет назад. Тогда в них участвовали только мужчины. Женские команды впервые вышли на поле 4 года назад. Соревнования начинались сначала как кубок главы администрации Коткинский сельский совет. Потом и через год они стали уже называться кубок главы администрации Заполярного района. И последние лет в 6, наверное, они называются как межмуниципальные соревнования Ненецкого автономного округа по волейболу среди мужских и женских команд. По итогам состязаний в этом году лидерами среди мужчин стала сборная поселка Индика. Вторыми стали каткинчане. Лучше всех среди команд выступило сборная Сияния. На сегодня это вся информация за развитием событий. Следите в эфире телеканала «Север». Субтитры создавал DimaTorzok